Коксосмыка А вот и первый гостёчек у меня на кухонке, это всем известный Алексей Могилевский, музыкант группы Нао, ну и сейчас он Ролл Джей в Коске Россия и Биг Каррифан, как он себя называет, группу Сахара. Ну, Жожа, Лёшенька, проходи, давай, наливай кефирчик, бери огурчик, ну и шаркнем по душе, как говорили. Привет-привет, папаня Раджик. Ну что же, очень приятно, что ты зазвал меня к себе. Уж, видимо, если складывается у меня такая жизненная позиция, что превратился я в жнеца Швейца и на дуде игреца, ну, видимо, осталось мне как раз попеть кухонные приблотнённые песёнки. Что мы сейчас и сделаем. Я спою песенку под названием «Ну вот, откинулся, какой базар-вокзал». Я не знаю, кто её сочинил на самом деле, я её выучил в армии и пел её для наших почтенных дедушек, которые кричали мне «Эй, музыкант, давай вперёд в ленкомнату». Ну, он брал вот музыкант в ленкомнате гитару и шуровал примерно следующее. А стоп-стоп-стоп, Лёша, я тут хочу, как говорится, просветить и тебя, и, наверное, наших служителей. Эту песню написал Володя Шандриков. Это вторая песня из трилогии. Называется она «Показания невиновного». Ну, а первую, я думаю, песню он споёт в нашей следующей как-нибудь программе. Ну, а сейчас давай бацай делаем. Ну, вот, откинулся, какой базар-вокзал. Купил билет, колхоз большой я дышла, ведь и я железно с бандитизмом завязал. Всё по уму, но лажа всё же вышла, сики начальник, я гулял на склоне дня. Глазел на шлюк и мирно кушал пончик, и тут хиляет этот фраер до меня. Кричит, а ну, козёл, займи-ка мне червончик, всё по натуре возбухнуло во внутрях. Но всё же я межрок ему не двинул, ведь нас осознательно учили в лагерях. И я сдержался, даже шабер не вынул, я подарил бы ему кровные рубли. Но я же сам торчал из-за гоп-стопа, и я сказал ему, коллега, отвали. Твоему рулову грех не нравится мне что-то, а в натуре сгнить, начальник, ежели я лгу. Но если ночью эту рожу паразита поставить с моей пупой на углу, Все б заорали, смотрите, два бандита, я без понтов ему продёргивай, малыш. Совет даю путёвый, всё законно, ведь за червонец на червонец залетишь. А здесь не там, а землячёт там всё всё, а здесь не там, а землячёт там всё же зона. Но он хамло, хотя по виду ебосяк. Заехал мне костедом прям по морде, и тут уж сила моя кончилась вся. И вот я здесь, а морда это в морге, сики начальник, я же правду рассказал. Я не пришёл сюда в сопровождении, ведь я железно с бандитизмом завязал. Гоните справку о моём освобождении, ведь я железно с бандитизмом завязал. Гоните справку о моём освобождении, но ты приделал, Клёв. Вот. Давай наливай кефирчик, хрустнем огурчиком, поедем дальше. С удовольствием. Ну что же, поскольку куплетов много, гармония одна, любовь к вариативности, она присуща мне была всегда, поэтому, так сказать, естественно, от оригинала я ушёл. Ну ладно, ещё баллада, которую очень любили пьяные сантехники, которые жили в нашем дворе. Такой Лёша был, Барановский, классный совершенно мужик. Он очень плакал, напившись, как сейчас помню, «Настойки особой», по-моему, она называлась. Да, «Настойка особая», кажется. Вот. И плакал, и требовал песню про девушку. И вот эту балладу про девушку тоже, не знаю, откуда она взялась, но была такая, очень жалестная песня. В ми-миноре, как всегда. Месяц плывёт над тихой рекою, вдали кто-то тихо поёт. А между тиной, тиной зелёною, девичье тело плывёт. Тело плывёт, и об берег толкается, мёртвые смотрят глаза. Девичье платье, а камни цепляется, ветки вплелись волоса. Девучье платье, а камни цепляется, ветки вплелись волоса. Девушка милая, что тебя бросила в гребень текущей волны? Горе тебя к этой смерти подвинуло, люди тебя довели. Горе тебя к этой смерти подвинуло, люди тебя довели. Эх, ай-яй-яй-яй-яй-яй, били девку, волки замочили. Ну, пунктуация, так сказать, и стиль вот тех самых поздних 70-х. Где-то год 77-78 мы вот так вот распевали на Уралмашевском дворике, на улице Ильича, как сейчас помню, где я езжу. Ну что, Лёшенька, мы поедем дальше, я думаю, ролики твои будут всегда смазаны, приезжай к нам в гости, всегда будем тебя ждать. Ну что, пока, что ли? Побежал я дальше, типа на роликах кататься. Пока. Мы едем, едем, едем в далёкие края, по камере соседей, по лагерю друзья. Нас наголо побрели и крепко стерегут, всех радостей лишили, на каторгу везут.